Золотой микрофон шоу любительского вокала спустя пять лет состоится во второй раз. 20 самых известных персон в различных областях представят свои шоу-номера на суд зрителям и жюри. Ну а пока в плотном рабочем графике они находят время на уроки вокала и репетиции. На одной из первых побывала съемочная группа Beauty Time. Мы в этот раз пошли вглубь процесса. Мы сделали шоу под живой звук. С нами такая улыбка. И все наши исполнители по-настоящему вживую поют песни, репетируют песни, но очень разные. Рок, лирика, фанк. Мы прям настаиваем, чтобы все были готовы к танцам и, конечно, к жаре. Поэтому не забудьте тональные кремы из SP Factor. Ну это будет в первую очередь удивление для гостей, потому что я так понимаю, что ребята никогда до этого не выступали, кто-то даже не выходил на сцену. И это будет классно, большой опыт. Ну и я думаю, что публика оценит эту смелость. Ребята готовятся основательно. У них преподаватели вокальные все. То есть мы готовились отдельно, они готовятся сами. И мы начинаем репетировать уже вместе в живой команде. Смотрим, потираемся друг к другу. Участники даже никто не ожидал, что они могут петь. Они теперь сказали, что в кризисе им есть куда пойти. И они могут зарабатывать теперь тем, что они могут петь у нас на Кировке. Конечно. Либо танцевать где-то у нас в зажигательных клубах. Ну я зачастую даже сам стараюсь проводить подобные мероприятия в плане музыкальных сейшнов, когда если человек хочет и ему нравится петь, он может использовать нашу площадку для того, чтобы проявить какие-то свои таланты. Ну и паб в том числе. Участники шоу собраны в 10 пар, а потому к победе идут с двойной силой и не намерены просить скидки у зрителей из-за любительского характера конкурса. Сегодня мы не раскрываем выбранные песни и сами номера, но все же певцы попытались нас заинтриговать. Мы представляем все-таки, конечно же, молодежь со Стасом. Пока еще. Поэтому мы, конечно же, хотели, чтобы наша песня отражала то, что сейчас слушает современная молодежь. Ну, конечно, из-за того, что наша песня называется ***, здесь нужно держать марку, и я не могу, например, прийти в джинсах, поэтому у меня будет вообще такое платье. Шикарное платье, я даже не буду делать вертикальный шпага. Я, конечно же, тоже буду стоять на одной руке. Я как бы очень долго это учился делать. Он вот специально для этого всю жизнь ждал, когда я это смогу наконец-то показать. И вот он, этот проект. Когда я сказала Лине, говорю, Лину, я вот люблю рок. Вот я его не пою, просто я его люблю слушать. Она вот, да, да, да. И мы начали выбирать песни, которые можно рок-дуэтом спеть. Ну, рок в основном мужчины поют, и вот ночные снайперы, нам как-то сразу пришло, что, о, да, давай. Мы споем эту песню, и когда мы начали ее репетировать, педагог сразу нас распределил. Это мы очень хорошо друг к другу подходим, гармонируем. Блюнетка, блондинка, мажор, минор. Это будет песня всех времен и народов. Да, про Сталина. Это будет песня про Сталина. Да, про Сталина. Я буду в усах. Я сегодня решила, я буду в усах. Десять уроков, которые мы уже взяли, а мы прямо вот ходим и занимаемся, и потом поем нашу любимую песню «Папа-пупи-пе», «Мама-му-ми-ме». Все время тоже вот это в нашем репертуаре такие песни. Ну, это преодоление. Да, определенного рода ломка. Я всегда мечтал ходить на, ну, главная мечта, ходить на уроки вокала, и в этом году случайным образом она осуществляется. Ну, случайно. Оценить вокальный талант челябинских бизнесменов и предпринимателей можно будет 1 декабря в изумрудном зале «Малахит». Официальную видеохронику события доверили команде «Бьюти Тайм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова